Здравствуйте, друзья! Это видео посвящено ответам на вопросы, которые вы присылаете в группе ВКонтакте, и поэтому мы их собрали, сброшировали и попытаемся сегодня развернуто или как-то не развернуто ответить на те вопросы, которые вы прислали. Попробуем это сделать. Смотрите, у шеи, которая у нас с вами есть, есть некий ствол, и этот ствол имеет несколько точек крепления. Это место крепления в деревной ямке, это место крепления ключицы, и поэтому если рассматривать голову спереди, то получаются как же плоскости передние и боковые, которые уходят в ту или другую сторону. И сзади, на продлении вот этого эллипса, идет седьмой шейный позвонок, к нему идут трапециевидные мышцы, вот здесь. Именно в этой точке обычно и находится подбородок, который будет спереди, здесь и здесь. А в точке грудинно-ключичного цилиндра у мускула будет находиться ухо, которое крепится здесь и здесь. Так вот, у вас есть некая механика, очень удобная для прочтения. Это расстояние от уха до плеча и расстояние от подбородка до иремной ямки. Вот такой как бы снос этого объема. И если вы поворачиваете голову в ту или другую сторону, собственно говоря, нужно отслеживать именно эти расстояния, то есть вот эту величину. Представьте, что вы берете и наклоняете голову в сторону, то есть совершили вот такой наклон. Соответственно, точка плеча-плеча здесь и здесь осталась одна и та же, но ухо стало приближаться, то есть оказалось здесь другое, ушло в ту сторону. Угол головы повернулся, и вы получили сближение и удаление этого края по отношению к этой дуге. Так как шея один из самых подвижных моментов, то, соответственно, нужно очень точно следить, насколько вы повернули и растянули, чтобы вот это пространство спереди читалось. Но если вы рисуете человека в три четверти, или лежащему, или еще кто-то в пространстве, тут вы сталкиваетесь с задачами куда как более сложными. Потому что если вы, например, рисуете человека с запрокинутой головой, то затылок ложится на спину, появляется куча складок задней поверхности, и в профиль вы уже увидите выступающую активно гортань с кадыком, и вы увидите грудинно-ключично-совидный мускул, который будет находиться. Вот здесь ухо автоматически окажется в точке приклеения, и весь подбородок, идущий вверх, создается вам уже нестандартную структуру шеи, вот в этой части. Для этого, в общем-то, нужно понять самую простую, самую элементарную механику шеи. Она выглядит примерно так. Лучше всего это выглядит в профиль. У нас есть атлан, первый позвонок, и потом есть второй и третий позвонок, которые принадлежат, по сути, своей челюсти. Вот здесь стоящий, здесь у нас ухо, здесь затылок, он лежит на этой поверхности. Поэтому до вот этой части шея будет принадлежать к лицу. А дальше, вот эта часть шеи, уже с четвертым, пятым, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, да, семь позвонков, они уже будут принадлежать другому направлению шеи. Поэтому шея вот в этой части выглядит направленная в одну сторону, а здесь направленная в другую сторону. Как только вы осознали вот этот путь, вы присоединяете сюда трубку гортани, которая идет по центральной части, и вот у вас получаются две трубки, равномерно распределяющиеся здесь. Я думаю, что это просто некая механика срисованности, которая поможет вам ориентироваться, чтобы она всегда выглядела более-менее естественной. Если этого достаточно для ответа, я вот надеюсь, что вам это помогло. Итак, если мы возьмем лицо, то изначально человек похож отношениями лобных долей и теменных бугров по отношению к нижней челюсти. То есть возникает так называемый характер головы, во всех учебниках это прописано. То есть у кого-то отношение верхней части к нижней части – вот такой квадратик. У кого-то отношение верхней части к нижней части – это вот такой треугольник с активно развитым краем в верхней части и маленькой челюстью. И наоборот, меньше развит лоб и активнее развита нижняя челюсть. И в том и в другом случае возникает неповторимый характер головы, который угадывается по затылку, который угадывается по своей форме силуэтной, в тени, на просвет вы сразу угадаете, похож этот человек или нет. Это первое, это соотношение вот этих объемов. Поэтому следите именно за этим, с этого все начинается. Если вам нужна похожесть именно лица, то тут похожесть берется вот из каких зон. Если мы берем зону глаз, то похожесть дает направление брови. То есть у каждого человека есть определенный угол наклона брови и его форма. Поэтому вот бывают такие брови, поднятые вверх. Бывают брови, представим себе, вот такие прямые брови, здесь и здесь. И бывают брови, опущенные вниз. Если изначально человек имеет печальные брови, то он автоматически становится похож. Если он изначально имеет приподнятые брови, то автоматически он становится похож. И если он имеет прямые брови, вам нужно разгадать просто символ этой части. Это первая система похожести. Вторая система похожести – это губы. Потому что по ширине губ и по толщине этих губ определяется, что за человек, с которым вы общаетесь. Если вы общаетесь с человеком с узкими губами, это прям будет тоненькая ниточка. Если вы общаетесь с человеком, у которого активно развита нижняя губа, а верхняя отсутствует. Соответственно, это следующий характер. И если вы общаетесь с человеком… Ой, лучше пусть вот у этого будет прямая губа с нижней развитой губой. И если вы общаетесь с человеком, у которого пухлые губы, соответственно, будет вот эта территория. В общем, нужно угадать знак этих губ. В результате узкая полосочка. Губы могут быть кругляшочки в виде бантика. Вот такого. А могут быть сильно растянутые, плоские, растянутые. То есть, это, собственно говоря, характер этого объема. И следующая зона похожести – это, как ни странно, не нос, а похожесть дается от носогубных складок, которые находятся вот здесь, вот в этой части. Их направление, поворот, дает похожесть человеку. То есть, будут они рельефные, будут ли они отсутствовать, будут ли они кругленькие. То есть, собственно говоря, они выявляют приоритет верхней челюсти по отношению к скуловым костям, которые находятся здесь и здесь. Это то, что дает похожесть в лицевой части. Глаз, по сути своей, это некий шар, и он так часто меняется, что глаз может быть раскрыт больше, раскрыт меньше. Века может быть сужена. Человек может одеть очки, но на самом деле не изменит структуру отношения лба по отношению к челюсти. Ну, а дальше идут скулы. И поэтому есть люди, у которых скулы огромные. Есть люди, у которых скулы зажаты вовнутрь, и вы увидите такие провалы в этой части. То есть, собственно говоря, вы угадываете, если быть точным, геометрию предмета. И как только вы ее угадали, все срабатывает. То есть, вот вы, например, берете и перед вами человек с прямыми бровями, с зажатыми скулами, сюда уходящими, и с таким вот зажатым лбом. Это одна похожесть. Теперь вы берете человека с очень круглым лбом и с маленьким подбородком, например, с удлиненным носом. В результате маленький рот, маленький рот, крупные уши и брови. Это уже следующий характер. Если вы берете человека с крупной скулой, с крупной щекой, с крупной поверхностью шара, формы, которая находится здесь, то поставив знак вот этих кругляшей здесь, здесь и здесь, поставив носогубные складки и выставив крупные губы, вы получили следующий характер. То есть, он берется из геометрии предметов. Тогда всегда будет похоже. В этом смысле, если вы посмотрите на мультики, то там всегда очень четкий характер и персонаж всегда узнается, потому что он загнан вот в эту систему. Не пытайтесь индивидуализировать их и срисовывать каждый волосик, что это похожести не передат. Похожесть возникает, знаете, есть портрет, по-моему, Коровина и Серова. Там нет глаз, почти не написано губ, но он абсолютно похож. По-моему, у Серова портрет Коровина называется. Такая уникальная работа была. Я всегда удивлялся, думаю, надо же, ничего нет, никаких деталей нет, но он абсолютно похож. Вот точно так же и здесь вы должны работать вот этой геометрией больших объемов, тогда все получится и все будет хорошо. Вот такая вот история, ответ на этот вопрос. У нас было видео, разбор выставком, разбор эмоциональных портретов. Там много смеющихся людей, можете посмотреть, вы увидите, как там ребята решили эту проблему. Ну, попробуем еще раз ответить. Смотрите, чтобы не было ощущения скала или проблем с улыбкой, надо запомнить, что не улыбка делает портрет улыбающимся или правильно смеющимся. Очень часто, когда вы рисуете, проблема с губами отсутствует. То есть, вы того, кого рисуете, говорите, вы улыбнись, человек улыбнулся, и вы сидите в течение некоторого времени и срисовываете губы. Человек отпозировал вам губы, они получились, все хорошо. И вы переходите к рисованию глаз. И теперь вам кажется, что вам не нужно, чтобы человек улыбался, и вы нарисуете абсолютно нейтральные глаза. То есть, вы нарисуете глаз с абсолютно спокойным положением века, с абсолютно спокойным положением глаза. И все будет хорошо, но на самом деле глаза будут просто обычными. То есть, ничего особенного. Так вот, чтобы улыбка получилась полноценной, нужно приподнять вот эти щечки, и нужно приподнять нижнее веко, и создать эффект приподнятой щеки вот сюда наверх. Как только этот эффект получается, все, улыбка будет. Даже если вы уберете уголки рта, и их не будет в природе, вот здесь, то все равно улыбка останется на лице. Да, конечно, если вы поставите противостояние в обратную сторону рта, сюда, сюда, вот в сторону, то будет вообще странное выражение лица. Но в любом случае, стоит чуть-чуть приподнять, и сразу улыбка появилась. А вот то, что касается открытого рта, когда появляются зубы, тут вот как нужно делать. В большинстве случаев эту проблему решили в комиксах, в аниме вы можете увидеть. Затемняются уголки, потому что челюсть уходит глубоко внутрь, поэтому при открытой поверхности рта вы утемняете вот эти уголочки здесь и здесь. И потом находите линию, которая разъединяет верхние и нижние зубы вот таким вот способом выводите здесь. Если вы сразу отрисуете вот так передние зубы, то, конечно, будет очень странно. Поэтому в большинстве случаев так не делают. В большинстве случаев именно эта часть не изображается вот здесь. Но вы можете посмотреть, есть огромное количество сейчас современных художников, которые эту проблему с легкостью решают. Они при помощи падающей тени от верхней губы прорисовывают рельеф зуба и прорисовывают рельеф падающей тени от зубов. И тогда получается вполне убедительный, улыбающийся рот. То есть, именно так это. То есть, не концентрируйтесь на разделении. Это как ногти рисовать тоже. Главное ноготь обвести, найти напряжение с этой тени предмета. Вот тогда получится правильный, наверное, смеющийся рот. Вот так. Очень забавный вопрос. Все дело в том, что у меня была книга, которая называлась «Рисунки итальянских мастеров». И вот перелистывая эту книгу, я был совсем еще молод, еще в институт не поступил. Я вдруг открываю одну страницу и вижу. Там примерно следующую картинку. Вот такая квадратная попа лошади. К этой квадратной попе лошади присоединена вот такая квадратная структура тела. Здесь идет такая прямоугольная голова. На ней сидит такое прямоугольное тело с тазом таким прямоугольным. Сюда уходит такой прямоугольник ноги. Вот здесь. Здесь идет одна рука, здесь вторая рука. И голова повернута в виде прямоугольника тоже. И все это с определенным ракурсом, с определенной четкостью. И я смотрю на этот рисунок и думаю, надо же, как современный рисунок попал в эту книгу. И вдруг читаю. 1456 год. Эскиз какого-то художника к росписи чего-то там. И в этот момент меня вдруг осиняет. Оказывается, для того, чтобы правильно сделать эскиз, правильно представить предмет, который собирается человек нарисовать, чтобы модель посадить, чтобы композиция сложилась, он не может бегать и там табуну душедей пригонять, в нужное положение выставлять и срисовывать. И он не может в этой батальной сцене, в динамике, в движении брать и начать срисовывать их, заставляя всех этих людей. Тем более, если вы когда-нибудь были во Флоренции, видели, как там потолки расписаны. Там черти что творится. И вообще сложно представить, что это было в натуре. Поэтому, когда задумывался мраморный блок или обрабатывался, то Миклеанджело заказал мраморный блок. Из этого мраморного блока он высекал крайние точки. Он находил их в пространстве. Соответственно, ему нужно было отсечь некий геометрический блок. Так устроено наше мышление, устроена архитектура. Поэтому, хотите того или нет, когда вы проникаете профессионально в эту область, без этого обойтись невозможно. Просто итальянцы нам это не показывали. Это как эскизы, как внутренний мир. Они отсутствовали. И поэтому иногда кажется, что человек это не делал. Но на самом деле это присутствует все время. Любой профессионал всегда начинает мыслить именно таким образом. Но он иногда не покажет. Это наш внутренний мир. Поэтому создаются и люди, что этого нет. На самом деле это всегда есть, всегда было и всегда будет. Просто, если вас замучили геометрией, переходите скорее уже на рисование головы. Или что вам больше нравится. Львов. И посмотрите, как это делает Ким Джунги. Вам понравится, как здорово он это делает. А потом посмотрите его обличающее видео, где он любую фигуру, лежащую, например, превращает вот в такие блоки, где описывает, как в пространстве правильно изобразить ту или другую глубину фигуры с поджатыми ногами. И потом вы увидите, как красиво он выплетает складки, как он находит этот отдельный мир красоты. Но это все идет через вот это геометрическое сознание. Поэтому оно для этого сделано. А не для того, чтобы замучить вас. Это, видимо, может быть, преподаватель попался, который очень любит геометрию, только этим вас мучает. Но без этого никуда нельзя. Вот такой ответ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok